Всем здарова, друзья, с вами Маракаси, вы смотрите передачу Редкие Медали, часть 7. И смысл этой передачи заключается в том, что я показываю вам бой, где игрок получил какую-то редкую, очень эпичную медальку. Например, в этом бою я покажу вам, как игрок получил медальку Де Ланглада на карте Ласвит на ПТСАУ 10 уровня Як-Панзер Е100. Как вы можете видеть, игрок приехал тут на захват, дефить свою базу и тут стоят два противника Як-Панзер Е100 и Е50М. Уже удалось их хорошенько тут раздамажить, хотя игрок уже довольно много прочности своей потерял и приходится занимать позиции уже за этим домиком, чтобы арта не могла тут простреливать. Дальше наша Як-Панзер Е100 решает выстрелить по врагу, который засветился тут в кишке. Вот он снова появляется, это Ваффентрагер Е100 и удается нанести ему урон. Но, конечно, враги, которые стоят на захвате, все это увидели и начинают они расстреливать нашу ПТшку. Кто-то отлично пробивает даже Т69 ББшками, кто-то нашу ПТшку пробить просто не может. Позиция не самая выгодная для Як-Панзер Е100, потому что после того, как она выстрелит, у нее долгая перезарядка и это время враги могут ее спокойно расстреливать. И тут игрок решает забрать противника, который стоит рядом, это Е50М, пока М103 там отвлекся, удается немца отправить в ангар. Выезжает Т69, начинает стрелять снова бронебойными, еще и ИСУ-152 откуда-то выстрелила, но произошел рикошет. Т69 пробить не может, естественно, потому что ему просто не хватает пробития бронебойным снарядом, там вроде бы 175 всего. Но удается пробить М103 в лычок на башне и дальше враги, конечно, пользуются своей подвижностью, сразу же они пытаются закрутить ПТшку, обходят ее с двух сторон и начинают по ней стрелять. Но Як-Панзер Е100 хорошо танкует и все-таки удается ему повернуть и выстрелить в бочину М103 и забрать его. Но Т69 сейчас перезарядится и снова будет расстреливать нашу ПТшку и снова он пытается ее закрутить, правда у него не очень это хорошо выходит. И вот Як-Панзер Е100 почти уже перезарядился, но Т69 обходит ПТшку и очень сложно, конечно, средний танк догнать, тем не менее, опять он врезается в стенку, как этот М103 сделал. И Як-Панзер Е100 наносит ему урон. Приехала тут союзная арта СУ-14-2 и сплэшем она заделала Т69 и загуслила его. Ну и потом Яга спокойно Т69 уничтожает. Находит также она еще одну арту, которая потерялась тут в городе и удается ее уничтожить. Потом Яга ищет следующую свою жертву и находит СУ-14-1 и быстро уничтожает ее. Разумно предположить, что враги увидев Ягу решили ее обойти и действительно засвечивается тут ИСУ-152. Она стреляет, но не пробивает нашу бронированную ПТшку. Но ИСУ не удается догнать, она прячется. Игрок решает, что лучше посмотреть с этой стороны. Времени до конца боя остается совсем мало, меньше одной минуты. И вот засвечивается ИСУ-152, но слева засвечивается еще арта. Игрок уничтожает именно ее, потому что она была сейчас гораздо опаснее, ИСУ-152 еще только поднимается. Но, тем не менее, она все-таки успеет выстрелить и она делает выстрел, но фугасным снарядом не добивает нашего героя, оставляет ему совсем немного прочности. И это победа. Давайте посмотрим на результат. Этот бой я решил вам показать за медальку Дела Англада, за уничтожение четырех танков в кругу захвата. Игрок отлично защитил свою базу и разобрал всех врагов в кругу. Ну и вообще затащил весь бой. Следующий бой проходит на карте Тундра. Игрок на Т-62 решил поехать на правый фланг. И встретил он тут Т-34-2, смог даже его поджечь. Но противников тут больше и лучше, конечно, отсюда валить понемногу. И Т-62 видит внизу Е-50М и решает спуститься вниз и добрать его. Конечно, у Е-50 никаких шансов нету, но он все-таки успевает продамажить нашего героя. Но потом отправляется в ангар. Тем не менее, сюда приезжает ПТ-шка Т-110Е4 и игрок пытается ее закрутить. Он ее гуслит и обходит с другой стороны и начинает ее расстреливать. Она не чинится и поэтому удается ее очень быстро тут подразобрать. Еще и Объект 430 Вариант 2 помог. Приехал также сюда ИС-7 и он добрал союзника как раз на Объекте 430. И игрок начинает дамажить этого ИСа. Но Т-62 славится своим ДПМом орудия и поэтому ИС-7 очень быстро теряет прочности. К тому же высокое пробитие просто не оставляет шансов ИС-7. Почти каждым выстрелом удается пробивать тут противника. ИС-7 зачем-то выстрелил в башню и, естественно, он туда не пробил. Ну и вот только сейчас он все-таки наказывает нашего героя и наносит ему 477 урона. Но потом удается Семерку уничтожить. Тут еще арта рядом выстрелила, но не попала. Далее игрок решил поехать на свою базу и засвечивает он тут двух врагов. АМХ с 13-90 и Е-75. Но он решает не ввязываться с ними в перестрелку, только один раз стреляет по ЛТшке и сразу же уезжает. Вероятно, он так сделал для того, чтобы пропасть из засвета и атаковать уже врагов неожиданно. Правда, у него это не вышло, потому что все равно он вернулся на свою базу и начал перестреливаться тут с Е-75. И арта тут очень, конечно, больно накидала, сломала орудия и другие модули, которые, может быть, не так важны, как орудия, но все же это тоже неприятно. И у игрока остается совсем мало прочности. Уничтожает он тут АМХ с 13-90 и начинает разбирать понемногу Е-75 в башенку. Тут выезжает арта и пытается она зачем-то затаранить нашего героя. Или не знаю, что она тут хотела сделать, но удалось ее забрать. Тут выстрелил Е-75 в корму, но, к счастью, произошел рикошет. И игрок начинает разбирать понемногу Е-75 в командирскую башенку. Противник почему-то перестреливается с нашим героем, хотя он мог просто выехать на него и попробовать его уничтожить. Но вместо этого он просто стоит и отхватывает в башенку, и потом удалось его забрать. Ну и осталось две арты. Игрок начинает их искать и находит одну из них. Это британская арта, FV207. Она стреляет, но мажет, и дальше игрок ее спокойно уничтожает. Потом наш герой решает вернуться на свою базу для того, чтобы проехать тут по центру, но тут неожиданно засвечивается еще один батчат. Удалось нанести ему урон, потом игрок совершает тут маневр, арта не стреляет, и Т-62 приближается к ней. Начинает ее тут выцеливать, и вот она появляется тут, и удалось ее ликвидировать. Давайте посмотрим на результаты этого боя. Этот бой попал в эту рубрику благодаря медали Торца, за получение не менее пяти критических повреждений и уничтожение пяти танков. И также за выживание и победу в этом бою. Игрок нанес, в принципе, очень много урона, 7622, и уничтожил он девять танков. Бой, по-моему, довольно интересный и веселый. И последний на сегодня бой произошел на карте Тундра на танке Ру-251. Бой очень эпичный и интересный. Игрок в начале боя уничтожает тут ВК-28-01 и замечает, что вражеский тяжелый топовый танк Е-75 слишком смело пошел в атаку. И, естественно, наша ЛТ-шка пользуется своей замечательной скоростью и начинает разбирать сзади Е-75, пока он отвлекся тут на типа 59-го. Ну и также приехала еще 50-чторка, и все они вместе начинают разбирать этого мощного тяжа. И он, в общем-то, ничего сделать так и не смог, и удалось его забрать. Также тут встречается АМХ-13-90. Игрок начинает его дамажить и просто тараном его забирает. Дальше встречается еще один топовый противник. Это Ваффентрагер ПЗ-4. Игрок начинает его крутить. Приезжает еще 54-ка. К счастью, Ваффе достреливается по ней. Еще и не пробивает ее. И удалось эту опасную ПТ-шку уничтожить. Дальше игрок находит еще одного топового противника. Это Объект-74. Он начинает расстреливать его в борт, но, естественно, отхватывать от ПТ-шки ни в коем случае нельзя. Удалось ее загуслить, но она очень быстро починилась. Пытается наша РУ-251 аккуратненько пострелять по объекту, но все-таки вражеская ПТ-шка попадает по нашему герою. И наш герой пытается разобрать объекты и сталкивает его с горы. И ПТ-шка падает вниз. Ну и далее наш герой едет на сбитие захвата. Засвечивает тут трех противников. Т-30, Центуриона, а также типа 59-го. Удалось сбить захват с Т-30. Дальше игрок уже с этой стороны выезжает. Т-30 мажет. Удается нанести ему еще раз урон. Тип тоже не попал. И с него тоже удалось сбить захват. Кроме того, еще и с поджогом удалось его продамажить. И он сгорел просто. Ну и Т-30 тоже удалось уничтожить. Да, игрок замечает тут АФК-шную ЛТ-шку. Но он решает, что сейчас самое главное сбить захват. Остается всего 5 секунд. Игрок выезжает, начинает выцеливать борт Центуриона, стреляет и наносит ему урон и сбивает захват. Но при этом сам немного отхватывает. Но, к счастью, Центурион стоковый. И удалось его одолеть. Потом Рушка возвращается для того, чтобы забрать Бульдога. И встает на захват Объект 704. Наша ЛТ-шка объезжает его таким образом, чтобы не засветиться. Заходит ему в корму и начинает его разбирать. Естественно, медленный объект. Пока там повернется, можно раза 2-3 по нему выстрелить спокойно. Ну и далее наш герой спокойно находит уже тут арту. Наносит ей урон. И дальше он совершает вот такой вот поступок. Он просто начинает расстреливать все свои снаряды, кроме одного. Для того, чтобы взять медаль Фадина. То есть, если уничтожить последним своим снарядом, то дается эта медалька. И это победа. Давайте посмотрим на результат этого боя. Этот реплей попал в эту рубрику не благодаря медали Фадина. Потому что медалька все-таки получена не совсем честно. А благодаря медали Колобанова. И в целом мне бой лично очень понравился. Надеюсь и вам тоже. Спасибо всем за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, друзья. И ставить лайки. Если вы хотите прислать реплей для этой рубрики, то ссылочка, куда слать, есть в описании. Желаю вам удачи и всего хорошего. До скорых встреч. Пока. Пока.